Часто вы задаёте вопросы, когда можно пить вино. Можно ли пить молодое вино, можно ли пить его ещё, когда оно чуть-чуть бродит. Можно ли пить его, если ещё не выпал винный камень. Конечно, я вам всегда говорю, проявите терпение, проявите выдержку и дайте вино пройти его полный цикл. Вместе с тем наступают новогодние праздники. Конечно, большинству из вас захочется попробовать своё молодое вино. И сегодня мы с вами поговорим, как это лучше сделать, чтобы получить от него максимальное удовольствие. Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и виноделии. Зовут меня Светлана. Я биолог по образованию, виноградарь и винодел по призванию. С нами всё это понятно и доступно. Начнём с вопроса, когда же можно пить вино. Да, вообще, когда угодно. Когда вам захочется, можно пить даже недоброды. А вот оно чуть-чуть побродило, там ещё есть истаточный сахар. Куча пузырьков. И да, всё это уже можно пить. Вопрос в том, насколько мы получим удовольствие и в том, какой эффект окажет на нас это вино. Если мы говорим о таком вот недоброде, по-моему, мачата, оно называется у грузи, вот такое вот полу сброженное вино, оно будет вкусным. Там будут лёгкие пузырьки, там будет ещё много остаточного сахара, но оно очень коварное. Ноги отнимаются, там тяжёлая пахмелья и всё остальное. Поэтому такое вино, в общем-то, пить не рекомендуется. Как только спиртовое брожение закончилось, в общем-то, если вам хочется, его уже можно употреблять. Не важно, что там не выпал винника. Не надо, чтобы он выпал. Если вам приятно и вкусно, то всё это можно сделать. А если идёт яблочно-молочное брожение, как его распознать? Смотрите, вроде поверхность сусла гладкая, вроде мы не видим каких-то явных признаков брожения, но может чуть-чуть быть сдвинут затвор. Но если вы используете там обычные пробки, перчатки, то вы когда-то её пробуете, вы чувствуете чуть-чуть газики на языке. И может быть, знаете, ещё такая рисковатая кислинка. И ещё такой момент. Часто вот вино отбродило, да, мы пробуем оно кислое. То есть речь мы сегодня о чём ведём? Когда можно пить и как получить максимальное удовольствие. Я уже сказала, да, что может быть кислое, может быть вот так яблочно-молочное брожение, такие вот газики и так далее, которые нам могут быть не совсем приятны. А смотрите, нам надо для того, чтобы получить максимальное удовольствие, две вещи. Они стоят у меня здесь. Нам надо хорошие большие бокалы. Вообще, если вы ещё не обзавелись, да, у вас какие-то там маленькие, заведите дома большие хорошие бокалы от 500 и более миллилитров. Вплоть до почти литра. Да. Вот такие большие бокалы. Их никто не наливает полностью. И даже наполовину. У них вот это, по-моему, 800. Вообще, вино-этикет нам говорит, что не больше середины, вино-этикет нам говорит, что до момента, когда бокал идёт к сужению. Но на самом деле, вот столько мы наливаем сюда, немного, грубо говоря, на дне. Для чего это нужно? Вино молодое и ещё такое, не структурированное. И глубокая аэрация, большой контакт с кислородом помогает его сделать мягче. Если мы чувствуем вине грубоэтонии, если мы чувствуем то, о чём я вам говорила, такая бывает резкая кислинка, то попробуйте, как минимум, налить его в такие бокалы. Хорошенько покрутить, да. Так. Опять же, наливаем так, чтобы оно не расплёскивалось. И дать ему немножко постоять. Но, смотрите, когда мы уже сидим за праздничным столом, то не всегда у нас есть вытяжка ждать, да, чтобы оно постояло. И на помощь нам приходит вот такая штука под названием декантер. Эта штука, на самом деле, очень классная. Конечно, есть их в некоторых магазинах, их стоимость зашкаливает, прям, не знаю, какая-то космическая. Но, на самом деле, можно ввести очень бюджетные варианты. Вот этот, стеклозаводнённый. Это я уже покупаю второй или третий. Просто один на даче, да, другой в деревенском доме. Эти наши, смотрите, мы ещё не пользовались. Да, остались все этикетки. Другим пользовались, но этот купили сюда, потому что отец везли. Желательно вот для молодых вин, не обязательно вот такая юла. Просто, чтобы было широкое дно. И чем оно шире будет, тем в вашем случае лучше. Так вот, до прихода гостей, до момента потребления, часа за два налейте вино в декантер. Можно взбалкнуть немножко. И пусть оно там стоит. Кстати, ещё такой момент, с чем вы можете столкнуться у молодых вин, это с запахом ацетона, либо лака для ногтей. Это один из моментов летучей кислотности. За это отвечает определённое вещество. Но оно очень летучее. И оно очень испаряется. Следовательно, вот вы пробуйте свой вин. Вроде оно вкусно, вроде нормально. А вот есть такой ацетоновый запах. Может быть, лёгкий уксусный запах. Кстати, по уксусу, вот, самая банальная проверка, да, у нас вино начинает в уксус превращаться. Либо это опять же летучая кислотность. Вот налили в широкую посуду. Оставили на пару часов. Если уходит запах, всё, всё замечательно, всё хорошо. И таким образом вы можете подготовить ваше вино к употреблению. И вам оно будет мягче. У него смягчится кислота. У него вот эти вот неприятные запахи. Даже если они не полностью идут, то достаточно сильно. Потому что запахи эти летучие. И вам вино будет пить гораздо приятнее. Танины. Да, если мы говорим о красных винах, вот эти терпкие вещества. Они тоже в декантре, либо в большом бокале будут смягчаться. Нет декантров. Трехлитровые банки. Тоже можно. Ну, только неполную, да. Наполовину налили, да, и пусть постоит. Налейте вы две-три банки. Ну, в зависимости от того, сколько у вас вина будет. То есть дайте ему подышать, так хорошенько глубоко подышать. И тогда оно в употреблении будет гораздо интереснее и гораздо вкуснее. Еще такой момент. Если вам кажется ваше вино таким резко кислым, ну вот это все. Обязательно проведите эти процедуры. Вы увидите разницу, вы почувствуете. Ну, прям вот. Это хорошо заметно. Следующее. Это подбирайте подходящее сочетание с едой. Ну, какое подходящее самое? Если кислое, то соленое. Соленый сыр выдержанный. Соленое любое мяско. Колбаса, только не копченая. Копченая нота они взбивают. А вот сыровяленая такая соленовато очень хорошо. Просто попробуйте. Кусочек колбаски, кусочек этого мяска пожевали, практически проглотили, запили вином. Прям вот почувствуйте, насколько оно смягчилось. Вплоть до того, что ощущение прям сладенькое, кажется. Но на фоне вот этой соленой пищи. Точно так же солененькое будет забирать излишнюю терпкость, излишнюю тонинность. Причем у нас на столе, ну, как правило, всегда есть вот эта вот нарезка. Поэтому, если вы чувствуете, что вам вино не совсем приятно, то вместо осыпать сахара, попробуйте именно его правильно сочетать с едой. Буквально недавно я рассказывала про то, как скрасить свой винный досуг. Можно прям поискать какие-то такие интересные сочетания с едой. Тогда, когда вино будет становиться максимально вкусным. Ну, это такое уже из разряда досуга. Еще, если вдруг вино горчит. Про горечь когда-то я снимала ролик. Я думаю, что, наверное, надо будет повторить некоторую информацию, снять еще. Тут такой момент. Пробуйте, если это легкая горчинка, как у грейпфрута, и вы понимаете, что она вам не сильно мешает. Как бы она есть, но если не придираться, то ничего страшного. Спокойно можете потреблять такое вино. Если вы понимаете, что вам неприятно, то пока что отставьте. Что с этим делать, поговорим о деле. Но такое вино лучше не употреблять. Дальше. Некоторые запахи мы с вами огласили. Если запах дрожжей, запах серы, запах паленой резины, чего-то вот такого, какие-то неприятные запахи, тоже пробуйте вино аэрировать, пробуйте его проветривать. Декантры хорошо, вплоть до того, что несколько раз там из банки в банку перелите. Дайте ему подышать, попробуйте, насколько эти запахи выветрились. Ну и дальше уже смотрите по обстоятельствам. Если нормально, оно выветрилось вам, приятно, хорошо его пить. Пожалуйста, хотите, пейте. Если понимаете, что все-таки не совсем, то оставьте его в покое. Значит, возьмите для праздника что-то другое. Добавить не самое вкусное вино вам праздник не испортило. Потому что на праздники мы должны хатываться. Для этого мы их, собственно, устраиваем. И на праздники нам должно быть вкусно. Поэтому вот все эти манипуляции мы делаем. Все это пробуем. Понимаем, что мы приходим к хорошему результату и нам нравится. Да, может быть, это не идеально, то, чего бы мы хотели. Но мы понимаем, что вполне приемлемо к употреблению. Нам вполне себе вкусненько. Значит, употребляем. Если понимаем, что мы вообще никак, допустим, та же кислота, она прям вообще нас съедает, то тоже не портите вино. Не надо забивать его сахаром и пытаться что-то с ним сделать. Потому что оно может быть одновременно и сладкое, и кислое. И это еще хуже. Просто кислое вино, оно кислое. Но когда оно и сладкое, и кислое, вот за что я не люблю немецкий вино, и как-то немецкий рейслинг попадался. Ну, там есть какой-то остаточный сахар, оно одновременно и сладкое, и кислое. Для меня гадость редкостная. Я такую не люблю. Или сладкое, да, или кислое. Конечно, вкус у нас у всех разный. Вкусовое восприятие у нас у всех разное. И вы всегда ориентируетесь на свои ощущения. Я могу вам только дать даже не совет, а некоторые рекомендации. Потому что все равно употреблять вам, да, вкус у вас свой, восприятие у вас свое. Но все же чувствуем, вот, немножко кисленько, нормально. Проветриваем, да, сочетаем с едой, и будет классно. Если сильно кисло, вот вы понимаете, ну, совсем вам, да, особенно если, ну, там, желудок начинает жечь, сахаром опять же, вы что, не нейтрализуете, вы только вкус можете спрятать, а на желудок оно будет действовать, точно так же. Оставьте такой вину. Ну, выпейте что-то другое, сходите в магазин, может быть, да, что-то купите, но не мучайте себя. Это ни к чему. Точно так же с горечью, да. Что с ней делать, обсудим в другой раз. Но если понимаем, что она для нас неприятна и неприемлема, при этом мы тоже попробовали проветрить эту горечь, понимаем, что не совсем, то, значит, не совсем. Значит, вот пока отставляем это вину. И смотрите, еще такой момент, вот эти вот манипуляции с проветриванием совсем можно провести чуть заранее, еще на время до нового года, немножко позволяет. За пару дней вы просто будете, ну, на маленьком количестве, да, налейте в тот же бокал, вот дайте мне постоять, часть 2, порепетируйте, в общем, да, попробуйте, вы видите, как оно развивается, да, как оно меняется, подходит вам это или не подходит. И тогда к празднику вы уже во всеоружии. Вы понимаете либо что делать с вашим вином, и как его преподать, преподнести к столу красиво, либо вы понимаете, что все, ему еще не время, пусть себе стоит. То есть в некоторых случаях лучше отказаться, чем мучиться и пить не совсем вкусное. Тут уже вы смотрите по обстоятельствам, да, попробовали, потренировались, порепетировали, хорошо, хорошо, но нет, значит, значит, надо подождать. Еще такой момент, я вначале немного его обласила, если в бине есть некоторые газики, ну, как правило, это от яблочно-молочного брожения, тут тоже смотрите по себе. Если вам эти газики вкусно, если само вино вам вот в таком состоянии вкусно, значит, мы никуда его не переливаем, мы разливаем и выпиваем, да. Ну, а если мы понимаем, что они вот, ну, не совсем просто по своему опыту, я знаю, что бывает там такая немножко рисковатая кислинка, которая буквально за полчаса уходит, и вино становится мягким и приятным. То есть здесь, опять же, смотрите, нравится так, потребляем так. Нет, значит, выветриваем, проветриваем и употребляем так, как вам вкусно. И еще касательно добавления сахара, я уже сказала, что это не самый лучший вариант и не самая лучшая идея. И вообще я против. Но, опять же, у вас свои обстоятельства, да, у вас свои вкусные рецепты, у вас свои потребности. Если сильно кисло, честно, не надо, не мучайтесь. То есть ни себя, ни гостей, ни к чему хорошему это не приведет. Но если мы понимаем, что, ну, вот чуть-чуть, вот капельку там хотелось бы подкорректировать, то, пожалуйста, можете это сделать. Конечно, я всегда рекомендую попробуйте другой путь. Попробуйте сочетание с едой. Ну, если совсем никак, а очень хочется потребить свое, то можете немножко добавить точно так же, если есть желание, потребность. И дальше понимаем, что вот оно как бы нормальное, да, ну, что-то не то, чего-то не хватает. Любыми соками, которые вам нравятся, да, с которым, с которым может быть интересное сочетание, можно вино разбавлять, если вам это вкусно. То есть пойти по пути коктейлей, можно пойти по пути сангрии, дарить туда апельсинового сока, да, и тоже сделать вкусный напиток. Тем более, смотрите, мы можем даже свежевыжатый взять сок, ну, можно магазин взять, можно вообще взять свежевыжатый, вот сразу себе дрит, так как приятно, вкусно, и употребить. То есть в данном случае можете воплотить абсолютно любые ваши фантазии. Итак, подводим итог. Молодое вино пить можно абсолютно в любом состоянии, в котором вы хотите. Дальше уже все зависит от вашего вкуса и от того, насколько ваше вино готово к употреблению. Как его несколько подготовить, скажем так, скрасить, да, причесать и пригладить для праздника, я вам огласила. Мы понимаем, что если оно не совсем готово, особенно по кислоте, то в данном случае лучше подождать, лучше дать ему время, так вам в итоге будет приятно. Хотя, конечно, все равно окончательное решение за вами. Последнее, что я хотела сказать на сегодня, что все-таки вино – это не тот напиток, которым напиваются. Вино – это напиток удовольствия и эстетического наслаждения. Ну, конечно, напиться можно всем чем угодно. Негативные последствия от алкоголя могут быть от всего, чего угодно. Поэтому все-таки старайтесь соблюдать миру, чтобы праздник для вас был действительно праздником. На этом я с вами прощаюсь. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав на кнопочку ссылку на каталог наших сортов, винограды, наши контакты. До новых встреч!